Всем привет! Сегодня 1 марта 2021 год, Киевская область, моя теплица. Наконец-то хотя бы календарная весна наступила. Погода, конечно, не особо. Два дня назад намного была погода более весенняя, уже даже была и жарковата. Теплица вообще прогревалась, наверное, до 30 градусов. Просто было так жарко, что даже кое-где окна пришлось на проветривание открыть. Вот сейчас теплица довольно неплохо, влажность по-прежнему высокая в районе 80%. Конечно, опять эпопея у меня с мухами. И вот из-за этой влажности, вот когда до 30 прогревалась теплица, было теплее, как-то влажность эта не чувствовалась, и мухи начали выводиться. Вот смотрите, вот так вот это у меня выглядит возле отопления. У меня так вот на перевернутом ведерке опарыши. И сейчас я тут их разогнала, потому что они тут сидели, облепили все ведро. Я их всех прогнала на работу. Арбайтен, нечего тут сидеть, надо мне по авокадо лазить. Ну, хотя, все равно они вялые. Вон сидит красавица. Короче, сидят где угодно, но только не на авокадо. Авокадо бекон, конечно, цветет, у него цветение в самом разгаре. Ну, еще радует то, что вот сейчас начинает фуэрте цветение. Вот видите, так, уже начало цветения. И одновременно начинается цветение. Вот уже даже пошел первый цветочек. Пинкертона. Потому я, в принципе, пока так настроена оптимистически. Вроде бы ожидается потепление в... Где-то в четверг, наверное. Среда-четверг. В четверг чуть ли не 10 градусов тепла обещают. Ну, по ночам... В четверг будет плюс. Но, в принципе, погода более-менее теплеет. Но по ночам все равно минус. Пока еще... Ну, вот. Это... Вот тоже муха сидит. Вот они так рассядутся по листочкам и практически не ползают. Поэтому, конечно, надо побольше солнца, побольше тепла для них. Не хотят они работать. Ну, никак. Ну, ладно. Может быть, я здесь просто стою, и они стесняются. Уйду, посмотрим. Ну, в общем, возвращаемся к манго. Сейчас я срежу... Или, может быть, даже он оторвется. Это кент. Вот. И у меня отвалился палмер. Один плод еще висит, один отвалился. Вот он лежит. Он уже мягковатый. Не буду останавливаться на палмер, так как вы можете посмотреть мое предыдущее видео прошлогоднее про дегустацию палмер. Значит, остался у меня только непродегустированный вот кент. Поэтому, как бы, больше внимания ему сейчас. То есть, кейт я уже показывала, палмер уже тоже показывала. Вот остался кент. Значит, вот такой вот он плодик. Он уже пожелтел. Значит, этот манго, если правильно я понимаю, то у нас в реализации его многие называют королевским. Вот. И так как я читала, что он похож на кейт. То есть, это манго такие, вот они, этого сорта можно приобрести в Египте. Ну, вот сейчас мы его... Опа! Ну и все. Даже не нужно было срезать вообще, стараться. Так, в моей тут тесноте. Вот, смотрим. Сейчас мы их взвесим. Ну, палмер, который я дегустировала до этого, он был, конечно, плод крупнее. Сейчас этот, который отвалился. Вообще, так, чтобы напомнить, цветение было прошлогоднее, весеннее. Из-за того, что было холодно. И, ну, они не одновременно, конечно, цвели у меня деревья. И, возможно, эти цвели позже, я уже не помню. Но, в любом случае, все равно и не 5, и не 6 месяцев. Месяцев, наверное, 10 было созревание, вот конкретно, вот этого плода. Так, вот это палмер. Маленький, конечно. 218 грамм всего. Я вчера видео снимала про апельсинку. У меня апельсинка столько весело. Этот будет потяжелее. Этот будет 325, 326 почти. Вот. Сейчас я их разрежу. И сравним. Вкусовые качества. Как не подпереть мне этот телефон. Вот. Вот. Вот уже, видите, сейчас покажу вам, уже начал портиться. Кейт. Кент, то есть, господи. Сколько себе говорю. Ну, принеси штатив, Оксана. Ну, что ж ты такая. Поставь и будет удобнее. Нет же. Так, а это... Палмер. Ну, сейчас расскажу. Позже. Руки липкие теперь. Попробуем сначала палмер. Ну, в принципе, вкус такой же, как я припоминаю. Очень сладкий, совершенно не волокнистый. Классный. Ну, и больше, конечно, степени меня сейчас интересует кент. Который я еще не пробовала. Та тоже бомба. Видите? Начал кончик у него уже портиться. Но все-таки долго висит. Ну, в принципе, тут небольшой кусочек совершенно я срезала. Такая вот мякоть. Это у кента. Маслянистая. Совершенно не волокнистая. Сочная. Очень сладкая. Ну, и палмер совершенно не хуже. Ну, жалко, что начался у него такая порча тут пошла. Послали порчу. Ну, я вам хочу сказать, что повторюсь еще раз. Домашние манго – это домашние манго. Или же манго, купленный за границей. В стране, в которой они созревают, как положено. Вот. Действительно. Не срывают их зелеными для транспортировки, чтобы они долеживали, там дозревали. А именно, они спелыми срываются. Действительно, они реально вкусные, они ароматные, обалденные. И, конечно, домашние. Пусть их мало, пусть их всего несколько штучек долгожданных пока. С годами, надеюсь, будет больше. Вот. Но оно того стоит, потому что, во-первых, интересно очень. А во-вторых, действительно, они реально очень вкусные. Очень вкусные. Вот. Так что, Кент тоже классный. В принципе, я и не сомневалась. Но так, все-таки было интересно, дозреет ли он когда-нибудь. Уже очень долго он висел. Ну, вот еще остался у меня один. Если сам он не отвалится, то придется, конечно, мне его сорвать. И еще маленький висит Палмер. Он, конечно, в размере уже не увеличится. Такой вот он и останется, малыш. Ну, уже такое дело. Для первого раза, в принципе, это у меня первые плодоношения вообще. То есть, я уже рассказывала, что у меня было цветение, когда еще в доме находились. У меня два манго, Ирвин и Остин. Вот. И ничего кисточкой у меня не получилось. И только в прошлом году, значит, при помощи мух, вот, очень интенсивного разведения. Много очень я купила этих порций опарышей, поскольку не получалось у меня с некоторыми. Как я уже говорила, они там, оказывается, еще и польские какие-то бывают, что они вообще не приспособлены к выведению. Ну, специально для того, что даже для рыбалки, в общем-то, их продают, а не для опыления манго. Вот поэтому искала наши, скажем, местные, которые правильные опарыши, которые как правильно со временем и в определенных условиях окукливаются и превращаются в мух. То есть, вот, было, он, муха, летает, но что-то она летает. Вот, сидит. Это зеленая, то есть, еще и опарыши тут с разных. У меня есть такие тут мухи черные, красивые, пухтастые, прям таким синеватым отливом. А есть такие настоящие навозницы зеленые. Ну, есть они летают, но, конечно, вялые. Ну, ничего, я думаю, за свою недолгую жизнь они все-таки мне что-то здесь опылят, как-то получится это сделать. Нет, придется еще порцию опарышей покупать, но что делать. В общем, так, еще что подытожить. Если у вас есть, конечно, условия, все-таки лучше тепличные, а не комнатные, или хотя бы какие-то лоджии большие, там какие-то зимние сады, мансарды. Ну, там, где можно действительно мухами помочь в этой ситуации, то, конечно, манго стоит заводить. Это очень интересно и очень вкусно. Так что, вот такая вот история у нас на сегодня. Благодарю за внимание. Всего хорошего. До свидания.